здравствуйте любители l2r у нас сегодня вышло очередное обновление и давайте смотреть разбираться что нам нового добавили в игру ну начнем наверное самого главного у нас расширили четыре основные профессии и давайте смотреть что у нас поменялось начнем наверное с профессии кузнеца тут довольно таки все просто у нас есть талисманы где у нас тут находится вот они талисман у нас есть модификации ячейки и нам добавили что ячейки теперь можно расширять до 50 то есть было 30 соответственно станет 50 мы видим что после того как вы на 50 максимально сделать у вас каждая ячейка будет давать вам 2 миллиона 600 тысяч бмс был миллион но даст почти полтора раза больше даже ну больше чем полтора раза соответственно я тут немножко уже залил у меня была на 30 она это какие-то не ресурсы были подкоплены это 33 залил мы видим что допустим чтобы с 33 до 34 поднять нам нужно 15 таких вот страниц соответственно наверно чем дальше как бы тем страшнее ну по статам здесь принципе можно увидеть что например ну там по-моему было на 30 ровно 100 процентов она давала снижение крит урона на 33 она дает уже 125 процентов мне кажется наверное на соответственно на 50 будет может быть прибавка процентов наверное 150 к 100 то есть 250 наверное будет но если так логически рассуждать то наверное так и будет но дальше тут принципе все без изменений редкие талисманы все также у нас нельзя пока что эти ячейки модифицировать может быть дальнейшем это ведут а пока этого нет даже на корее поэтому ждем но тут принципе больше добавить особо нечего где эти странички брать я думаю так все знают то есть преобразовываем получаем книжки кузнеца преобразовываем эти странички и соответственно делаем дальше наверное у нас идут тоже довольно просто это эликсиры откроем эликсиры значит вот они у нас есть нам добавили лр на эликсиры здесь на самом деле тоже все довольно просто у меня был на максимум сделан вот этот эликсир соответственно я его преобразовал в лр для преобразования там ровно точно такие же ресурсы чтобы превратить ср в ур там хоть фигня было менять ресурс оказалось очень много поэтому я просто кнул и сразу сделал соответственно для превышения лимита у нас тратится по 5 этих банок то есть если мы делаем здесь то у нас тут по 4 банки и лр у нас идет по 5 банок то есть это на тоже учитывать соответственно для изготовления у нас используется также три корня мандрагора как и было соответственно у нас для юэра насколько я знаю а вот для непосредственно заливки то есть как бы ну у нас идет по 9 цветов но собственно говоря давайте мы сейчас посмотрим сколько нам даст это нужно для ровного счета я на 10 сделаю давайте мы сейчас используем так 72000 бм она нас больше интересует статы так снижение крит урона показывает 545 но это может быть максимально или нет потому что как-то это чересчур много кажется к давайте мы еще на один сделаем посмотрим увеличится ли это значение 547 а ну да все правильно то есть она же давала нам по моему 500 на юэр то есть соответственно я сейчас расширил от меня на 15 уже залито юэр это дало нам 47 процентов их можно у нас соответственно превышать по моему до но если у нас юэр максимальный был по моему 200 тут наверно будет 250 то есть можно принципе все это посчитать на не буду сейчас этими расчетами заниматься здесь на видео если хотите принципе у вас выкладки есть вы можете сами примерно посчитать сколько вам даст максимально залитый лр эликсир так значит мы тем временем идем дальше значит по эликсиру тут особо добавить нечего но все ресурсы я думаю так всем понятно где брать цветы эти у нас также нас добываются в этом подземелье вот но у нас добавили также еще две новых подвески значит подвеска тут у нас тоже все абсолютно что и было ранее у нас теперь суммарно подвесок по моему стал очень до хрена вот тут все без изменений есть основной камень который надо в первую очередь делать который дает нам одновременно снижение игнор соответственно их два камня соответственно для начала мы их точим значит при максимальной точке но не максимальной при точке 95 плюс до 73 процента плюс здесь еще такой же есть на игнор а вот при шлифовке у нас соответственно значит можно тоже посмотреть на поместо ты точно такие же как и были то есть если мы откроем предыдущие там это дает у нас сейчас запутался 270 процентов соответственно если мы этот шлифанем так ну давайте тоже для ровного счета мы шлифанем его на 100 например и поглядим сколько нам это даст 27 ну да то есть получается ровно те же самые на статы вот то есть принципе и этот камень наверное дает ровно то же самое тоже 73 с половиной при точке и давайте мы его отшлифуем тоже для ровного счета мы его сейчас на 100 загоним чтобы убедиться что принципе там все то же самое что и было до 27 с половиной все то же самое принципе и суммарно вам эти оба камня дадут 500 чем-то процентов там 540 может тоже 550 это все понятно то есть это все очень даже очень хорошо так но добавить здесь больше нечего все ресурсы я думаю вы знаете где добывать все это добывается в новом подземелье которая соответственно профная наша и последний так сказать штрих у нас расширили слоты где у нас вот эти вот знаки души так называемые в ездовых животных так знак души если у вас где-то максимально сделан соответственно пет какой-то допустим примере моего этого коня педального вот у соответственно видим что можно снова их заливать те же самые пять камней тратятся то есть суммарно у нас получается 10 еще можно раз фигануть по 5 камней 50 камней и следовательно каждый камень увидим что он у меня конь максимально 30 левел юр следовательно дает 33000 бм а на 10 300 3000 330 тысяч бм а даст дополнительно но урок принципе столько же сколько и было когда первый раз этот круг сделал соответственно можно теперь так каждого пета залитого по второму кругу пустить так сказать и еще добавить себе статов но тут как бы все принципе довольно понятно камни понятно где брать это книжки мы получаем книжки преобразовываем в камни далее значит по коллекции нам добавили 5 редких коллекций и 30 обычных в редких мы можем лицезреть что у нас появилась коллекция связанная с профными агатионами ну что логично же обновление связано с профой у нас теперь есть соответственно агатионы которые можно сюда занести есть правда один небольшой нюанс наверное который уже тех кто разбирался мной обратили внимание что когда у нас мы эти агатионы покупаем в магазине ремесленника то значит соответственно мы могли ранее купить по 200 токенов купить по одному разу по профным агатиона вашей профы то есть основной и дополнительный мы видим что их купить больше нельзя то есть по одному разу остальные агатионы у нас соответственно подвесить это ну в зависимости того какая у вас профа следовательно вам нужны в той коллекции аж по три одинаковых гетенок каждый вносить и вам получается нужно будет каждый раз тратить по 400 токенов то есть 1200 токенов плюс еще там нужны вот такие вот сертификаты их можно покупать 10 раз в неделю а их там нужно 100 штук то есть вы можете как бы заносить сейчас потерял редкое вот эти вот непосредственно агатионов да вот я ведь одного занес но как бы bm по частям не работает то есть вам дадут эти статы bm только когда вы занесете все в том числе вот эти вот сертификаты ну так как сертификаты можно без доната покупать только по 10 неделю то есть через 10 недель с учетом что вы скупаете эти как агатионов по 400 токенов скупаете сертификаты вы поднимите себе 75 тысяч бм а ну на самом деле какая-то ерунда это очень долго ну естественно там добрые разработчики нам подкинули под это дело донат про донат мы как обычно позже поговорим но остальное здесь в принципе мы видим что здесь и 5 агатионов используется то есть суммарно эти 500 сертификатов то есть тут 50 недель без доната на год через год доделаем в принципе чё если играть конечно будем это помойку по обычным что нам здесь добавили я даже если честно сам еще не смотрел давайте мы сейчас посмотрим так на это у нас все было так это все скиллы того кстати рыбки о ничего себе ну-ка ну-ка давайте-ка мы занесем рыбок у меня до хрена прикольно так это дело я люблю это все просто так рыбки 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 куча разных рыбок ну да потому что я думаю мало кто заморачивается изготовлением самостоятельно всех этих непосредственно бафов которые мы используем там на зиме там три на три осадок и прочем контенте потому что постоянно идут какие-то ивенты я думаю там у всех до хрена накопились и так этих бафов то есть крафт этих особо никому не надо рыбки тевать куда-то надо вот эти тысячи рыбок ну вот как бы да это очень хорошо это может быть потом все занести плюс эти приправы какие-то тут есть ну давайте тоже сейчас потыкаю да прикольно на самом деле да это это мне нравится ну наверное и все это у нас все уже было да то есть нам добавили соответственно рыбки вот эти приправы можете закинуть в обычные коллекцию это хорошо так ладно идем дальше так изменение у нас 4 ноября грядет королевская битва и там значит они добавили такую момент на форме не написали что все донатные плащи не будут работать то есть это у нас принципе ну и такси наверно знают какие там кого донатные плащи кто платил свое время 100 баксов они все там не применяются вот и не только донат на эту смотрю там плащу на имана какой-то там плащ брунгильды мультируют они подождите это я столько что всех обманул нет это плащи не будут применяться так понимаю обычные как разки не донат на обычные плащи то есть плащи из рифтов ну забавно она ты получается что будут ладно это я наверно потом попозже когда будет посредством леска бита если я буду конечно записывать там уже на месте будет понятно все какие плащи работники нет будем так сказать смотреть плюс конечно не помешает еще на корее зайти посмотреть как там они в это играют я ни разу не видел корейская битва напомню ой королевская битва напомню 4 ноября так ладно давайте мы сейчас пройдемся что нас тут еще по игровым механикам все больше ничего нового нет поэтому на перейдем к событиям так сейчас этот параллельно естественно форма открою первое событие довольно кстати хорошая это за то что у вас игра запущена за время нахождения в игры в игре вы получаете вот такие вот как бы монетки таймеры и за эти таймеры можете их обменять на всякие тут ништяки том числе эссенция банки а п тут есть бутылки кстати довольно тоже неплохо ну про 5 штук всего тоже 5 этих вот листочков тут книжки есть но в общем все довольно неплохо плюс сюда же идут жетоны богатства которые может тоже можете получить ну это опять же таки у нас так как идет ивент у нас же есть событие тут некоторые ивенты прекратили свое действие соответственно все эти статы бм отняли но вместо них добавили новые соответственно мы можем сейчас как бы эти монетки тоже получить занести получить статы которые будут у нас действовать до 20 ну 27 дней то есть до конца ноября вот но я бы конечно не стал бы торопиться лучше бы конечно первую очередь забирать то что у нас идет на постоянку то есть эти все книжки ну короче смотрите решайте сами вторым этапом у нас будет ивент это где поймая медведя где он там поле такое высовывается медведь надо к латушке короче ловить его оно у нас будет доступно завтрашнего дня пока его нет этого ивента и там довольно тоже неплохие награды связаны это все с профами и по ивентам на самом деле здесь все довольно скромно ну готовит нас может чему-то большему хотя вроде там ничего особенного впереди нас не ждет так ладно давайте поговорим про донат так начнем наверное с магазина коллекции событий нам все добавили очередной раз рулетку значит ну рулетку здесь на самом деле награды такие себе мы видим что здесь есть точки морф на 7 8 и 10 причем на 9 почему-то нет на 10 есть также есть куски билета восстановления есть у нас пайки с кубиками но мое личное мнение рулетка так себе потому что за прокрут просят 5 билетов а пайки с билетами у нас идут специально магазине и стоят у нас они вот мы видим что здесь за 50 баксов можно получить 10 билетов и от 5 до 50 но тут рандом три раза то есть мы вы за 50 баксов гарантированно получите 25 билетов то есть это минимум но если повезет получите больше учетом что на один прокрут тратится 5 билетов но 5 прокрут у вас будет но я считаю это ерунда потому что на кареи рулетка там более интересная там за один прокрут тратится один билет и там у них последний раз было очередной раз на морфы поэтому я не знаю на морфе на мафры но на точку ячеек я бы лучше подождал ту так что тут еще у нас есть в магазине отличная сделка у нас есть такой вот временный пак на профу в том числе здесь кстати 30 этих вот новых сертификатов но тут смотрите сами как бы 100 баксов тут всего так сказать понемногу на каждую тут у нас профу три раза можно купить также есть пак за 40 баксов здесь у нас суммарно 45 ниже к 30 на выбор и 15 рандомных плюс 300 эссенции но еще 10 сертификатов можно взять его в один раз в неделю этих можно взять три раза они всего три раза то есть получается тут мы получим 30 на 3 90 и плюс один еще здесь то есть да вы можете в теории если у вас есть какой-то запас токен вы можете купить три агатиона и если вы купите эти динаматные паки вы получите 100 этих сертификатов и какую-то одну коллекцию сразу закроете она постоянно то есть это не временно также есть очень неплохой набор тех кто еще не доделал ztr great частности вот эту вот хрень которая у нас получается в принципе самая так сказать редкая которая до сих пор очень трудно выпадает везде это токены этого авангарда поэтому если кто-то прям вот не хватает как раз то штук за 20 баксов это очень даже неплохо так но и по традиции сохраняется продажи у нас два рарных пета посмотрим что нас рекомендованных рекомендованных у нас есть еще паки с билетами есть за 20 баксов 10 билетов и за 100 баксов 55 билетов так но для рулетки тут у нас добавили паки в честь как раз расширения профи но кстати довольно интересный пак здесь вы получаете за 100 баксов 140 плюс 30 170 то есть вы получите но если книжки вы преобразуете в эти свитки то вы получите за 100 баксов 170 свитков но на самом деле такое потому что недавно был пак магазин проемного контента где за 30 баксов могли получить 90 книг то есть за 60 баксов то можно два раза купить получить 180 то что дешевле но если кто-то не брал не можете принципе сейчас поточить эти ячейки но вы сами видели там довольно таки немного уходят этих свитков то есть вот я показывал что с 30 на 34 уже требуется 15 штук то есть там соответственно дальше больше далее пак где есть у нас 200 камней на петов то есть если у вас максимально фуловые ну или не фуловые хотя бы юэрные петы какие-то есть то вы можете сразу двух петов по второму кругу сделать и получить за каждого пета как я уже приводил на примере моего коня по 300 сгаком 1000 бмс каждого то есть еще 600 в чем тысяч можно поднять если вы купите один пак а если купите два пака то соответственно на 2 умножайте с учетом что у вас есть такие петы которые дают больше всего по моему там красные петы тоже много дают но с учетом что они у вас юэрные и тридцатые в общем смотрите сами далее есть пак на эликсиры тут есть как 50 банок что довольно неплохо это 10 можно на 10 раз можно превысить лимит плюс здесь цветы как бы с расчетом чтобы это сразу дело все залить можно тоже купить два раза эти паки у нас находятся наборе для развития поэтому они вряд ли они временны они скорее всего будут на постоянке здесь висеть потому что вот мы видим что например предыдущие паки с кубиками до сих пор висят ну и с этими с рунами также по паку есть на подвеске тут у нас есть 4 лимита плюс юэрные которые нас точить камни на подвеску которые при фейле дают 100 очков в отличие от эсэрных которые дают всего два очка вот здесь новой подвески они есть добавили нам новый сезонный абонемент это у нас был месяц но не месяц там четыре недели назад у нас уже был абонемент который за 30 баксов который давал нам по коллекции лям бэма и плюс там еще всякие бонусы внутри были он перестал действовать но вместо него сразу вели оперативно новый ой это я не то открыл минутку так сейчас вот он у нас он есть что у нас здесь есть интересного ну наверно тут у нас 10 банок стать очень неплохо 100 эссенции дальше нас на 5 камней идет билеты банки ap сандуки еще два камня на подвеску 10 книг на выбор и жетончик дополнение к двум которые сразу получите этот жетончик кстати он даст потом прирост 20 процентов опыта везде где вы фармите что кстати очень даже хорошо но она по традиции абонемент у нас можно купить течение двух недель а действовать будет течение четырех недель так и наверное тут по донату добавить особо больше ничего в принципе все рассказал ну и да наверное в конце поговорим кратенько что нас ждет впереди впереди я думаю нам гарантированно введут три новых столба светилища если конечно опять в этом промежутке они не ведут какую-то херню к примеру хотя сейчас принципе мы полностью идем по стопам кореи это можно отследить именно на вот этих вот паках которые нам дают события то есть мы видим что нас через 13 дней истечет паки кто их брал вот эти вот которые по 3.5 лям бэма дают ох я чувствую там говна вылиться огромное количество на разработчиков когда внезапно люди которые ну мелко бмные скупили эти паки и у них бм отберут что кстати ожидаемо вот ох я думаю там будет на форме жарко поглядим чем все закончится мы видим что эти у нас будут 13 дней еще действуют эти паки соответственно следующее обновление которое у нас должно быть состояться по идее 15 ноября нас заново эти паки ведут но содержимое будет там плюс минус такое же просто они нас таким образом подбивают кто-то готов платить 150 баксов ежемесячно чтобы поддерживать эти 10 миллионов бм а кто-то не готов так что будем смотреть так сказать и соответственно конкорей когда ввели повторно эти паки на как бы коллекцию ввели также три новых святилища но одно из которых донатная и ввели семисотую пве элитку после тех кто семисотый уровень уже взял не могут спокойненько перебраться и крабить уже там ну и следовательно это было получается на корее пару недель назад у нас это будет через две недели дамы от них на месяц оставим сейчас и соответственно потом у них следующее обновление после этих святилищ обновление которое наверное все в кавычках очень сильно ждут это расширение точки морф на 20 вот там будет наверное самое веселое там будут супер модные точки морф которые будут давать от одного до шести точку если она залетит кстати тоже довольно будете неплохо это с учетом что нам сейчас нужно дозакрывать все эти коллекции морф ну ладно это я уже на самом деле очень сильно убежал вперед так сказать нам когда это ведут тогда будем плясать ну тут мне принципе давайте особо больше нечего поэтому наверное закругляю всем спасибо за внимание всем пока